Привет всем! Вы на канале Доктор Артур. Сегодня будет видео на тему. Почему кружится голова? Для начала определимся что такое головокружение. Головокружение это ложное ощущение того, что вы или окружающие вас пространство и предметы вращаются или движутся. Головокружение может сопровождаться такими ощущениями как слабость, одурманенность, неустойчивость. Головокружение может быть из-за проблем с внутренним ухом. Заболевание внутреннего уха способствующее возникновению головокружения. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Это состояние характеризуется короткими, длительностью менее 60 секунд, эпизодами головокружения. Эти эпизоды вызваны быстрым изменением движения головы, например, когда вы переворачиваетесь в кровати, садитесь или испытываете удар по голове. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение является наиболее распространенной причиной головокружения. Подробнее о причинах доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения читать по данной ссылке. Инфекция. Вирусная инфекция может вызвать вестибулярный неврит, которая в свою очередь вызывает интенсивное постоянное головокружение. Если у вас также внезапная потеря слуха, возможно, у вас лабиринтит. Болезнь Меньера. Эта болезнь связана с чрезмерным накоплением жидкости во внутреннем ухе. Для него характерны внезапные приступы головокружения, длящиеся несколько часов. Вы также можете испытывать эпизодическую колеблющуюся потерю слуха, звон в ухе и ощущение забитого уха. Мигрень. Люди, которые испытывают приступы мигрени, могут испытывать эпизоды головокружения или других типов головокружения, даже если у них нет сильной головной боли. Такие эпизоды головокружения могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и могут быть связаны с головной болью, а также с чувствительностью к свету и шуму. Проблемы с кровообращением способствующие возникновению головокружения. Вы можете почувствовать головокружение, слабость или потерю равновесия за счет недостаточного поступления крови к головному мозгу. Это может быть за счет падения артериального давления. Резкое понижение вашего систолического артериального давления может привести к кратковременному головокружению. Это может произойти на фоне того, что вы резко поменяли положение тела из лежачего или сидячего в вертикальное, стоячее. Это состояние также называют ортостатической гипотензией. Плохого кровообращения. Такие заболевания, как кардиомиопатия, сердечный приступ, аритмия сердца и транзиторная и шимическая атака, могут вызвать головокружение. А уменьшение объема крови может привести к недостаточному притоку крови к мозгу или внутреннему уху. Другие причины головокружения. Неврологические заболевания. Некоторые неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, могут привести к прогрессирующей потере баланса тела. Лекарственные препараты. Головокружение может быть побочным эффектом некоторых лекарств, таких как противосудорожные препараты, антидепрессанты, седативные средства и транквилизаторы. В частности, лекарства, снижающие артериальное давление, могут вызвать обморок, если они слишком сильно снижают ваше артериальное давление. Тревожное расстройство. Определенные тревожные расстройства могут вызывать головокружение или чувство одурманенности, часто называемое головокружением. К ним относятся приступы паники и страх покинуть дом или оказаться в больших открытых пространствах агорофобия. Низкий уровень железа в крови, анемия. Другие признаки и симптомы, которые могут возникнуть вместе с головокружением, если у вас анемия, включают усталость, слабость и бледность кожи. Низкий уровень сахара в крови, гипогликемия. Это обычно возникает у людей с диабетом, которые используют инсулин. Головокружение может сопровождаться потоотделением и беспокойством. Отравление угарным газом. Симптомы отравления угарным газом часто описываются как гриппоподобные и включают головную боль, головокружение, слабость, расстройство желудка, рвоту, боль в груди и спутанность сознания. Перегрев и обезвоживание. Если вы активны в жаркую погоду или не пьете достаточно жидкости, вы можете почувствовать головокружение от перегрева, гипертермии или от обезвоживания. Это особенно характерно, если вы принимаете определенные лекарства для сердца. При желании вы можете проконсультироваться со мной. Контакты я оставлю в описании к видео. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться на канал.